Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. Сегодня хотелось бы обсудить один очень важный для города и всех одесситов документ. Речь пойдет о генеральном плане развития города. Что же это за документ и почему он так важен для города? Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития города, проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории. Действительно, очень важный документ. Я думаю, что нет никаких сомнений по этому поводу. Но, несмотря на всю важность, в нем было допущено огромное количество, так сказать, технических ошибок. Из-за чего 402 из 410 горожан, собравшихся вчера вечером на общественное обсуждение генерального плана города, проголосовали за то, чтобы рекомендовать Одесскому городскому совету снять генплан с рассмотрения на ближайшей сессии 18 июня. Почему в таком важном документе было допущено такое количество ошибок и какова его дальнейшая судьба, мы узнаем у гостя нашей студии. А вы, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе и высказывайте свое мнение по этому поводу. Сегодня в гостях у нас глава Демократического альянса в Одесской области Алексей Черный. Здравствуйте. Добрый день. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивный опрос и сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Верите ли вы в технический характер ошибок в проекте генплана Одессы? Три варианта ответа. Ошибиться может каждый. В этом варианте звоните по телефону 728-01-70. Если вы считаете, что за каждой ошибкой взятка, звоните по телефону 728-01-71. Если же вы считаете, что ошибка весь проект, звоните по телефону 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, перед началом нашей беседы я предлагаю посмотреть сюжет о том, как проходило общественное обсуждение генерального плана развития города, чтобы наши телезрители, которые не присутствовали на этом мероприятии, понимали о чем идет речь. Давайте посмотрим сюжет. Общественные слушания, организованные оппозицией, ответ на бездействие городских властей. Ознакомить одесситов с генеральным планом должна была местная администрация. Каждый избиратель имеет право получить полную информацию о жизненно важном для города проекте и высказать свое мнение. Такой порядок определен законом и никем не отменен. Вместо этого две недели назад чиновники Алексея Костусева вывесили малопонятные не специалистам карты в выставочном зале униона Троицкой, а полную сопроводительную записку оставили в закрытом сейфе. Разговаривая с людьми по существу, они считают излишним. Никаких вопросов и ответов. Никаких пожеланий. Формально горсовет назначил официальное общественное слушание на 13 июня. А уже на следующий день проект вынесут на экстренную, внеочередную сессию. Таким образом, никто не успеет высказать замечания и предложения. Официальные слушания превращаются в комедию. Вместо городской власти настоящее общественное слушание провела оппозиция. Право на это дает громаде устав города. Помещение предоставила областная государственная администрация. Наиболее актуальный вопрос – защита прибрежных склонов от Лонжерона до 16-й станции Большого фонтана или территория парка Юбилейный. Прибрежные склоны от уеда воды до плато и от Лонжерона до 16-й станции Большого фонтана определились как территорию, относящуюся к землям зодного фонда, используемую для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей. 32% территории склонов уже кроме. И более того, половина уже застроена, половина еще не застроена. О сохранении парков и скверов по всему городу теперь говорят даже родинцы – официальные союзники действующей власти. Даже они вынуждены признать, что команда Костасева вредит Одессе. Такую же позицию занимают инициаторы слушаний – организация «Демократический альянс». В Генплане сказано, что индекс загрязнения атмосферы в Одессе составляет 17,6 единиц. При среднем по Украине – 8,3. То есть наш город в два раза загрязнее, чем средний показатель по Украине, включая Донбасс, Луганск и все остальные индустриальные регионы. Это первый факт. Второй факт, что из 21,5 квадратного метра зеленых высаждений общего пользования в Одессе есть только 7,5. И при всей этой катастрофической экологической ситуации городские власти хотят еще дальше уменьшать количество скверов. Подавляющим большинством голосов слушания приняли предложение не только сохранить, но и расширить зеленую зону города. Поддержали одесситы и идею запретить высотное строительство в историческом центре Одессы. Одна из выступающих назвала такую практику строительным бандитизмом. Жесткую реакцию горожан вызвало намерение авторов Генплана ликвидировать все автомобильные стоянки на территории города. Многие из них существуют по 30 и более лет. Одесситы помнят недавний громкий скандал, связанный с попыткой властей снести гаражные кооперативы в районе улицы Иска-Карабина, где стоит 9 тысяч машин. Всего 30 тысяч одесситов входят в Ассоциацию автомобилистов Одесской области. Если считать весь частный автомобильный парк города, это 150 тысяч единиц транспорта. В случае ликвидации гаражей и стоянок наши дворы будут буквально забиты машинами. Мы категорически против принятия Генплана в таком виде. Если Генплан будет приниматься, неукоснительное требование сохранить все, я подчеркиваю, не только наши стоянки, на генералы которого Иска-Карабина, все существующие стоянки города. И поверьте, мы будем за это бороться страшно. Мы выведем людей на войну. Предложение сохранить гаражи поддержали все. Общество вас высказалось также за сохранение сети городского электротранспорта, трамваев и троллейбусов. Их городская власть предлагает сократить. Взамен одесситам в очередной раз рассказывают о строительстве метро или скоростного трамвая. О том, как составлялся генеральный план, говорят комментарии представителей власти. Совершенно очевидно, что одесситов пытаются обмануть. Отвечая на вопросы о захвате земли, главный архитектор города Владимир Колокольников четыре раза говорил о каких-то случайных технических ошибках. Кто-то просто неправильно начертил. На самом деле, все не так, и одесситов никто не обидит. А ведь проект готовили профессионалы. Не много ли случайностей? Неудивительно, что косвесовский генеральный план одесситы воспринимают как авантюру. Все сговоры о том, что генплан – это стратегия города, что порядок развития города, что это план и так далее. Это все обман, фикция для того, чтобы протолкнуть генплан, который направлен на перебан города. Все то, что делается генпланом – это возможность грабить Одессу, грабить Генплана. Участники слушаний приняли предложение Горсовету отложить утверждение генерального плана и отправить его на доработку. Избрано 16 делегатов, которые вместе с представителями Горсовета войдут в согласительную комиссию по совершенствованию генплана. Однако, вполне вероятно, Горсовет и теперь проигнорирует мнение народа. Для команды Костусева это может стать роковым шагом. Ведь даже внутри фракции партии региона в городском совете нет единства. Многие будут рады проголосовать за проект, чтобы только подставить мэра. Его работы недовольны влиятельные регионалы и в области, и даже в Киеве. Не исключено, что очередной плевок в лицо одесситам поставит вопрос ребром. А не пора ли менять городского голову? Пусть даже раньше срока. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Ну что ж, еще раз напомню, что сегодня в гостях у нас Алексей Черный. Это глава Демократического альянса в Одесской области. Вы были одним из инициаторов этих общественных слушаний. И в начале нашей программы я говорил о том, насколько важный документ Генеральный план развития города. Но несмотря на всю важность этого документа, в нем было допущено, на мой взгляд, огромное количество, вот так сказать, как говорят представители этого плана, технических ошибок. Объясните мне, возможно ли такое? Ведь это же не школьное сочинение двоечника, а очень серьезный, важный документ, Генеральный план развития города. Возможно, все. Все зависит от того, в каких условиях работали люди, которые его исполняли. Судя по тому, что слушания проводились год назад, предыдущие, а техническое задание на исполнение, внесение корректировки было подано только в конце марта месяца. Понятно, что в течение 8 месяцев информация гуляла где-то в городском совете, и, как говорят депутаты в личных встречах, все это время стригли купюры, принимались заказы и выдавались конкретные обещания разместить в городе конкретные объекты под застройку. То есть людям, которые являются, несомненно, специалистами в Киеве, было дано задание в очень сжатые сроки разместить в городе очень большое количество объектов. Это один момент, то есть они были поставлены в условие быстро все это натыкать, и у них не было возможности выбирать, куда. Второй момент, что какие-то моменты, то, что размещено, как говорят, что это ошибки, понятно, это была такая попытка, но авось пройдет, авось одесситы не заметят, и случайно застроят склоны. Может одесситов устроят, вот мы им покрасили салатовым цветом, а вдруг их устроят салатовый цвет, а вдруг они не разбираются, что такое ландшафтная рекреационная зона, что она позволяет стояние гостиницы, и все это будет застроено в очень короткие термины. То есть какие-то ошибки там были допущены из-за того, что организация этого процесса была ужасной, не по вине исполнителей, а по вине тех людей, которые организовывают этот процесс. Второй момент, что что-то действительно там пытались протянуть. Мы говорим о том, что, к сожалению, это не генеральный план развития города, это генеральный план застройки города. Не должно быть в генплане указано такого количества объектов, которые там указаны. То есть люди решили подстраховаться для того, чтобы в будущем знать, что они смогут застроить вот этот кусочек сквера или вот этот кусочек частных домов, уже сейчас там поставить свои строительные объекты. И еще один момент, почему я был просто шокирован, когда мы недавно попросили предоставить нам список решений, в соответствии с которым вносятся изменения, оказалось, что его нет. И обнаружить, кто принимает решение конкретное по размещению определенного объекта в сквере, невозможно. Потому что нам сказали в управлении архитектуры, что это процесс творческий. Люди творят. То есть по большому счету определить даже виновных потом нельзя. Да, сейчас мы обратимся с официальным запросом, с просьбой предоставить все решения управления архитектурой, в соответствии с которым вносились изменения. И тогда можно будет понять, это была ошибка или это было сформированное задание. Я думаю, что люди в Киеве достаточно профессиональные и ошибок делать не должны. А то, что оно не задокументировано, я думаю, что это не случайно. Я понял вас. Давайте все-таки поговорим о деталях этого генерального плана. Насколько я понимаю, есть несколько основных тем, которые больше всего волнуют одесситов. Первое, это, конечно же, застройка склонов, застройка побережья. Я хотел бы узнать, какова судьба одесских склонов и, кстати, немногочисленных зеленых зон, скверов, парков города Одессы. Насколько мне известно, да и вы вот в сюжете говорили о том, что по нормативам на человека должно приходиться более 21 квадратного метра зеленых насаждений. А у нас в Одессе приходится чуть более 7 квадратных метров на человека. То есть нельзя назвать Одессу зеленым городом. Одессу можно назвать городом, в котором катастрофически не хватает зеленых насаждений, особенно в некоторых районах. В одних еще более-менее, в других просто некуда выйти погулять с ребенком, подышать свежим воздухом. Более того, я так понимаю, с учетом изменений в генплан нынешний и на существующие зеленые зоны уже кто-то положил глаз. Да. Понятно, что застроить зеленую зону намного проще, чем застроить, например, район, где разрушаются дома. Потому что там надо отселять людей, им нужно платить деньги, нужно обеспечивать их жильем. Гораздо проще спилить деревья и на этом заплатить небольшой штраф, который позволяет... И готовая свою площадку. Да. В той ситуации, в которой есть Одесса, каждое дерево в городе должно быть под особым надзором и под защитой городских властей. Каждый маленький скверик, все свободные земли, которые есть, должны засаживаться деревьями. У нас наблюдается и по этому генплану ситуация, когда наоборот, все, что можно, пытаются пустить под топор и застроить. Касательно приморских склонов задали вопрос. В прошлом году проводились общественные слушания, было высказано масса предложений, большая часть из них касалась того, чтобы оставьте в покое приморские склоны, оставьте нам парк юбилейный, так как мы привыкли его видеть. Потом было собрание согласительной комиссии. Согласительная комиссия вынесла решение о том, что склоны застаиваться не должны. Потом было заседание градостроительного совета. Градостроительный совет утвердил, что склоны застаиваться не должны. Да-да-да, городские власти все поняли. И вот нам присылают генеральный план. Посмотрите, ландшафтная рекреационная территория, которая предусматривает застройку под гостиницы, под кафе-рестораны. То есть, все, что можно построить, там все, что угодно. Даже жилой дом можно вывести и сказать, это же гостиница. Ну, просто люди живут там вечно. Вот сняли гостиницу насовсем. Вот, поэтому на слушаниях было принято решение о внесении изменений в генеральный план, о том, чтобы приморским склонам был дан статус парка, который у них есть. Его просто нужно признать. Городские власти усиленно теряют документы, они вот не могут найти, когда же был создан парк юбилейный. По всех документах упоминается парк юбилейный. Это аж, ну, как бы случайность. Решение они в своих архивах найти не могут. Что касается других скверов города, что по подсчетам людей, которые анализировали ситуацию, около 10 скверов находилось в ситуации неопределенной. То есть, то, как они были заштихованы, позволяло в будущем их застроить. Поэтому мы очень рады, что фактически мы заставили городские власти и управление архитектурой четко высказать свою позицию. Более того, уже внести изменения в генеральный план. То есть, не является проблемой внести изменения в генеральный план, если есть желание. Если нам когда-то будут говорить, что это очень сложно, это долго, ничего не сложно. Делается все в течение одного дня по телефонному звонку. Я был свидетелем того, как вносились изменения по поводу некоторых переулков, где случайно на территории жилых домов появились жилые объекты. А появились они там, потому что перед этим, когда генеральный план показывали депутатам, на 411 батарее разместили объект. Люди возмутились, что это такое. В парке размещают застройку. Хорошо, хорошо, из парка мы убираем. Ну бац, этот же объект появился через месяц уже в другом месте. Но там, оказывается, люди живут. Ну понятно, то есть пробуют. Да, теперь люди, теперь эти люди возмутились. Теперь его перенесут куда-то в третье место, потому что если не перенесут, то надо же будет возвращать деньги, которые были взяты, за то, чтобы этот объект там был. Понятно, что мы говорим не об официальных деньгах. Это тем более мотивирует тех людей, которые их берут. Кстати, вот что касается склонов. А почему нельзя застраивать? Ну вот помимо того, что мы теряем, конечно, зеленые насаждения, это, понятно, для нашего города тоже проблематично. Почему еще нельзя застраивать склоны? Знаете, у меня такое впечатление, что у деситов очень короткая память. Ну, по крайней мере, многие люди, с которыми мы общаемся, вот спрашивают, а что это за водичка течет на Аркадии, например? Ну, непонятно. Оказывается, ну, как бы, когда мы начали поднимать документы, оказывается, приморские склоны – это искусственное гидротехническое сооружение. Еще 50 лет назад Одесса испытывала жесточайшие потери от постоянных оползней. Оползни хоронили дома и целые улицы, трамвайные линии сползали в море. Для того, чтобы это остановить, из союзного бюджета выделены были огромные деньги на то, чтобы построить систему гидротехнических сооружений. Склоны были срезаны, уположены, под ними были проложены коммуникации. Это километры штолен и водосборных, водосбрасывающих каналов. Трогать эту систему нельзя. Любое строительство на ней будет приводить к локальным подвижкам на местах, нарушения этой системы, и это может произвести к уничтожению французского облевата и других домов и улиц, которые находятся над склонами. Для того и создавался этот парк, чтобы остановить оползни. Как только их остановили, прошло 30 лет, уже все забыли. Более того, эти гидротехнические сооружения с 2001 года никто не обслуживает. Третьих уже находится в катастрофической ситуации. Все молчат. Все ждут, когда это все будет уничтожено, когда начнутся оползни, вот тогда начнут выделяться и деребаниться деньги на борьбу с ними. А сейчас небольшие деньги, которые нужны на обслуживание этих гидротехнических сооружений, никто не выделяет. Вы знаете, отдельная группа протестующих против генерального плана города – это автомобилисты, чьи гаражи в ближайшее время могут пойти под снос. Какова судьба этих людей в соответствии с новыми, с доработками, с изменениями, которые были внесены в генеральный план города? Судя по всему, судьба этих людей городские власти не интересует, потому что запланировано, что их гаражи будут сноситься, но им не предложили никакой альтернативы. То есть людей просто поставили перед фактом, что вот место, на котором сейчас ваши гаражи, будет отдано под застройку частной фирме с небольшим уставным капиталом. Журналисты там нашли связь между этой фирмой и Одесским городским головой. То есть гаражи у них забирают, и там идет конкретное строительство конкретных объектов. То есть это тоже лакомый кусочек, наподобие парков, там особо не проблематично, я так понимаю, отобрать эту землю? Ну, легче, конечно, чем отселять людей и выплачивать, потому что гаражи можно просто, если это общественная необходимость, например, там прокладка дороги, их можно будет просто снести экскаватором. Люди, конечно, повозмущаются, но это проще, чем сносить дома. Поэтому решили отобрать у них, но им не предложили, ни паркингов взамен, куда бы они могли поставить свои машины, ни каких-то других территорий. А люди действительно очень давно уже, ну, они имеют уже документы на эту территорию, они оплачивали, они это строили. Они имеют право, если городу нужно отстроить, на достойную компенсацию, чтобы им предложили, где их машина будет стоять. И не блокировать жизнь всем остальным одесситам, чтобы они не стояли в первых и последних полосах на дорогах, чтобы они не стояли на тротуарах. Та ситуация, которая сейчас находится, есть в Одессе, она просто удручающая, чем дальше, тем хуже. Потому что чем дальше с каждым годом идет увеличение количества автомобилей, количество парковок, стоянок не увеличивается. Если будут еще забирать существующие, то нас ждет транспортный коллапс. Я согласен с вами. Более того, хочу сказать, что вот стоит пересмотреть фильм «Гараж» Альдара Рязанова, и тогда люди поймут, что такое гараж для человека. Вы понимаете? Есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот прошли общественные слушания, до сессии Горсовета осталось около двух недель. Думаете, мы сможем что-то поменять? Ведь мы понимаем, что на сессии этот генплан протолкнуть. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, я не знаю, протолкнут ли. Я уверен на 200%, что если одесситы 18-го числа выйдут на Думскую, их будет достаточно много, и они будут настроены достаточно решительно, генплан будет снят в сессии Городского Совета. Потому что все понимают, что, ну, как бы никому не нужна, я не хочу говорить это слово, никому не нужна кровь и противодействие, сильных противодействий в городе. Если генплан будет вынесен на сессию в таком виде, в каком он есть сейчас, я уверен, что без очень жарких и очень тяжелых последствий городские власти не обойдутся. Я просто общался с этими людьми, ну, в частности, например, с автомобилистами, которые за этот гараж, они готовы ложиться под машины. Не знаю, не буду перешлять. Но Бурков сказал, что он родину продал за гараж. Да, всего на что они готовы. Кроме того, огромное количество людей, у кого есть любимый сквер, который забирают, есть любимые склоны. Для меня, например, каждое утро я провожу на склонах. Я туда езжу на велосипеде со своими детьми. Я понимаю, что если генплан будет принят в таком виде, просто я лишусь такой возможности жить нормально и гулять в зеленой зоне, я буду там 18-го числа 100%. Если заранее не будет объявлено о том, что оно снимается, переносится, идет доработку, я знаю, где я буду 18-го числа. 18-го числа я буду на Думской площади. Я призываю всех одесситов отложить все ваши дела. И в 10 утра 18-го числа вы должны быть на Думской площади, чтобы отстроить наш город. Иначе эта власть, которая пришла сюда очень быстро, очень ненадолго, попробует все, что можно застроить, все, что можно продать, и внести изменения в этот генплан мы не сможем в течение 5 лет. Минимум 5 лет. Законом запрещается вносить изменения в течение 5 лет. А скорее всего, что за эти 5 лет все, что надо будет срубить, срубят, все, что надо будет застроить, застроят. Поэтому 18-го числа приглашаю всех на Думскую площадь. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Будьте добры, у меня такой вопрос. Скажите, какие общественные организации участвовали в обсуждении генерального плана вчера? Можно обращать? Спасибо. Слушания, которые проводились вчера, они проводятся в соответствии с статутом города Одессы. Статутом не предусматривается участие общественных организаций. Предусматривается участие одесситов. То есть каждый одессит приходит лично, со своим паспортом и по нему регистрируется. Но так как я в общественной жизни города очень давно, я скажу, что, наверное, процентов 10 людей, которые были на слушании, это люди, которых я уже очень давно знаю, как представители разных общественных организаций. Причем кто-то пошутил, что у нас по защите города сформировалась фашистско-антифашистская коалиция. То есть есть вот эти вечные противодействия между украиноязычной и русскоязычной частью города, между разными организациями. В этом зале я увидел всех. Те люди, которые воюют между собой на баррикадах по любым поводам, по НАТО, по языку. В этот раз они сидели все вместе. То есть это проблема или даже можно сказать, это беда и всех объединила. Да, это однозначно. Эти люди сидели вместе, голосовали слаженно, аплодировали друг другу. То есть, наверное, у нас первый раз есть в городе вопрос, по которому одесситы настолько консолидированы и настолько поддерживают друг друга. Этот генплан не устраивает никого. Потому что все остальное, о чем вы говорите, борьба фашистов и антифашистов, это все надуманные темы, вы же понимаете. Поэтому людей объединяет истина. А вот генплан – это истинная проблема. Есть еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я жительница поселка Котовского. Меня вот очень интересует судьба нашей зеленой зоны парка Лузановка. Там очень большая площадь. Это не склоны. Там зеленая зона плавно переходит в прибрежную. И очень много желающих было и в прошлом году. Там, значит, затеялись какие-то стройки. Меня интересует, по генплану, там предусматривают что-то делать или оставят наш прекрасный этот парк в покое? Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. Насколько я помню, по генплану предусматривается размещение нескольких объектов на территории зеленой зоны в Лузановке. Хотя я не сверхспециалист. Проще, чтобы вы сами зашли и посмотрели на карту. Она висит на сайте городского совета. Но мы приняли решение на инициативных слушаниях о запрете застройки на территории зеленых зон города в соответствии с решением от 2007 года, когда городской совет провел инвентаризацию всех скверов в городе Одессе. Я уверен, что Лузановка, даже если, вы говорите, она не имеет определенного статуса, просто как зеленая зона, что она туда вошла. И мы будем контролировать, чтобы все эти объекты были вынесены с территории зеленых зон. И зеленые зоны остались одесситам для прогулок, для того, чтобы дышать свежим воздухом. Но я еще раз говорю, все это будет возможно отстоять только в том случае, если нас поддержат одесситы. Если люди будут поддерживать нас не на кухнях, как они привыкли это делать, что кто-то там пойдет и за нас повоюет. У вас забирают вашу Лузановку? Пожалуйста, и приходите защищать вашу Лузановку. 18 число Дунская площадь. Потому что если вы этого не сделаете, потом будете пенять на себя. У нас есть одна возможность отстоять наш город. прийти всем вместе и сказать, что мы думаем об этом генплане, и что мы думаем о застройке наших зеленых зон. Вы знаете, еще, на мой взгляд, один лакомый кусочек есть в городе Одессе. Это же, конечно, исторический центр города. Какова судьба его? Исторический центр города вследствие, наверное, однозначной позиции одесситов, многих предложений, которые высказывались в течение многих лет, предусмотрена защитная зона исторического центра в действующем генплане. Это исторический ареал. Но статус позволяет, в частности, возведение новых зданий на этой территории. Понятно, что эти новые здания, так как они стоятся сейчас, стоятся... Ну, в принципе, на данный момент многих претензий нет. Но суть в том, что в Одессе есть очень четкий облик. У нас невысокие здания. У нас есть определенный стиль, в котором они строятся. Если люди захотят очень быстро получить очень большие деньги, я наблюдаю эту тенденцию везде по стране, что власть чувствует, что она будет при власти не вечно. И поэтому под застройку, под раздачу, под любые способы зарабатывать денег выдается все. В том числе, я уверен, что и в центре города будут планироваться выстроить какие-то высокие свечки, которые потом уже будет тяжело сносить, и так они останутся, будут уродовать. Поэтому мы приняли решение на общественных слушаниях, и нас поддержало подавляющее большинство людей в зале, ну, тоже больше 400 из 410 решения о запрете размещения площадок нового строительства в историческом центре Одессы. По крайней мере, это будет запрет на 5 лет. Через 5 лет, дай бог, если власть в Одессе поменяется, и она будет вызывать одесситов больше доверия, тогда, возможно, она сможет внести изменения, и в городе будут появляться какие-то новые здания. Но я уверен, что сейчас, за эти 5 лет, нам, дай бог, отстоять то, что мы имеем. Есть еще один звоночек, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, добрый вечер. Я жительница Садово-товарищества Приморья. Это Суворовский район. Значит, у нас по границе с Коминтерновским районом, селом Крыжановка, проходит овраг. Значит, по этому оврагу запланирована двухполосная или четырехполосная дорога, которая будет вести к высотному комплексу, который якобы планируют построить на берегу моря в Крыжановке. Значит, вчера были наши представители на общественных слушаниях, высказали свои протесты против этого, но ничем разумительного ответа не получили. В Крыжановке есть точно такой же овраг, по которому можно, он находится в метрах двухстах от нашего оврага, по которому можно провести эту же дорогу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Суть вопроса понятна, я думаю, для вас, но это частный конкретный случай. Я могу прокомментировать. Можете прокомментировать, да, пожалуйста. У меня есть даже заявление с садоводства Приморья. Огромная проблема вообще гражданского общества в Одессе и всех одесситов в том, что они начинают вникать в ситуацию уже в тот момент, когда у них начинают под домом выводить фундамент. То есть вот, к сожалению, это судовое товарищество как бы узнало, видимо, о своей проблеме в предпоследний день. И это говорит о том, как были организованы слушания. То есть слушания, как правило, проводятся в течение месяца, двух месяцев. Должна идти широкая компания о том, что проходит слушание. Пожалуйста, придите, ознакомьтесь, разберитесь с вашими проблемами. В этот раз было все сделано уникально. Тихонечко на сайте разместили объявление за один день до проведения слушаний подгайный дал комментарий, что завтра, оказывается, начинаются слушания. В городе огромное количество людей, которые связаны с этим процессом. Скажем, наши инициативные слушания зависели от обязательных слушаний. Там объявление должно было быть за две недели. Никто нам ничего не сказал. То есть вот так вот тихонечко оно прошло. И если бы мы не начали проводить инициативные слушания на вчерашний день, которые прошли более-менее, постарались, мы насколько могли успели сделать какой-то резонанс, мы развешивали объявления по городу, там общались с СМИ, подключили социальные сети. Люди только в последние дни начали узнавать, что вообще принимается новый генплан, есть проекты, начали идти в унион, и посыпалось количество предложений. Мы когда давали объявление о том, что будут слушания, просили заранее присылать рекомендации, потому что, понятно, в зале невозможно сходу решить все вопросы и вникнуть во все проблемы. К сожалению, большинство рекомендаций пришло там в последний день, многие даже за несколько часов, причем не в таком стиле, как должны быть рекомендации. Мы просим внести вот такие изменения, а просто констатация проблемы. У нас есть проблема, давайте будем ее решать. Поэтому сначала принимались те решения, по которым люди успели разобраться. В конце вышел представитель, кстати, вот Приморья. Я так понимаю, что по ходу начали разбираться в том, что из себя представляет объект, который представляет угрозу. Вроде как пришли к компромиссу, что угрозы нету, но я так понимаю, что на самом деле не все разобрались и сегодня я видел этих же людей в унионе и они будут подавать заявление с тем, чтобы просить внести изменения в генплат. Спасибо. Есть еще один звонок, давайте ответим на вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, черемушки Черешкова 21, 23, 25, дома не будут сноситься? Понятно, конкретный вопрос, но в курсе. У меня неплохая память, но я не могу сходу сказать судьбу черемушек 21, 22 и 23. Я вам мог бы предложить прийти в унион, посмотреть эту карту, но поскольку все проводилось вот таким очень быстрым методом, сегодня официально слушание закончено. И теперь если вы обнаруживаете, что ваш дом идет под снос, ваш сквер идет под снос, высказать свое мнение вы можете уже только на улице. То есть цивилизованного метода городские власти предоставить не хотят. Мы приняли решение на слушаниях рекомендовать городским властям продолжить слушание, дать возможность людям ознакомиться, получить ответы на такие конкретные вопросы, что будет с моим домом. Потому что большинство одесситов вообще не знают, что с их домами планируется что-то происходить. Завтра утром уже готово заявление, подаем его на имя городского головы с конкретным вытягом с протокола о том, что мы просим продолжить слушание после того, как будут вывешены все материалы генплана. Потому что то, как проводили слушание, это не слушание, это была фикция. Когда людям только дали ознакомиться с проблемой и то, тем, кто знал, но не дали прочитать всех документов на эту тему. То есть была поставлена картинка, но не была дана, например, пояснительная записка, в которой объясняются термины, которые есть на этих картинках. То есть, например, что такое комплексная реконструкция территории. Люди видят, что их дом идет под комплексную реконструкцию, все, они понимают, сейчас экскаваторы проедут, все снесут, а потом городские власти имеют претензию. Ну, почему люди так негативно относятся? Да потому, что, во-первых, там много негативных моментов, во-вторых, потому что доверие городским властям на нуле, а во-вторых, потому что вы так организовали процесс, что вы людям не объяснили, что в генплане есть какие-то может быть позитивные моменты или генплан не так страшен. Теперь они будут что происходит и что там конкретные их дома, по крайней мере, не будут сноситься. Понятно, спасибо. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, вы в прямом эфире, говорите. Алло. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире, можете говорить. Здесь столько, уважаемая аудитория, здесь столько проблем вы рассказываете и не без участия нашего мэра. Зачем нам нужен, Одессе нужен такой мэр и такое городское управление? Спасибо. Я думаю, этот вопрос надо задавать Одесситам, в частности, тем, которые на последних выборах поддержали партию регионов и поддержали нашего действующего мэра. Это вопрос к ним, чем они думали, куда они смотрели и чему они верили. Вы видите, что эти люди себя представляют, но вы их поддерживаете системно. Каждый раз, перед, вот, кого не спросишь, все недовольны властью. Проходят выборы, людям предложили, там, 100-200 гривен мешок гречки, и они готовы продать свой голос. Вы продаете свои голоса, вы имеете то, что вы заслужили. К сожалению, ситуация такая. Когда городские, люди, которые живут в Одессе, как, впрочем, и в других городах, будут голосовать за нормальную власть, тогда они будут ее иметь. Извините, имеем то, за что проголосовали. Вопрос к самим себе. Понятно. Вернемся к обсуждению генплана. И вы сказали, что общественные слушания закончились. То есть, вчера прошли, ну, последние мероприятия, собственно говоря, на этом все закончилось. Каковы результаты этих общественных слушаний? Ну, в вчерашних слушаниях за два с половиной часа, за очень короткое время, потому что других возможностей у нас не было, это был будний день после работы, было рассмотрено 25 вопросов, которые касаются большинства одесситов. Мы не рассматривали никакие личные вопросы там конкретного дома или небольшие, рассматривали крупные проблемы. Из этих 25 вопросов было поддержано 21 решение. Два из них касалось процедуры, четыре решения касалось приморских склонов, несколько решений было по скверам, несколько решений по застройке в историческом центре. Мы, насколько могли, мы постарались отстоять самые главные моменты, которые есть в генплане. Основные моменты были проголосованы, все удивлены тем, что одесситы так организованно себя вели, не было там каких-то выкриков, свалок, драк, как это обычно бывает на слушаниях. Теперь вопрос от того, насколько одесситы готовы защищать интересы и те моменты, за которые они голосовали на слушаниях. вот 410 человек нашли время прийти и от имени одесситов проголосовать за сохранение скверов, за сохранение приморских склонов, за сохранение исторического центра, за внедрение велосипедных дорожек, там разные моменты, полезные для города. Теперь вопрос к остальному миллиону людей, которые живут в городе. Поддержите ли вы этих 410 людей, которые пожертвовали своим вечером, временем со своими детьми для будущего города? Оторвете ли вы, извините, свои задницы от стульев, от кухонь и придете вы на Думскую или нет? Есть еще один звоночек, я думаю, мы успеем ответить на вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, я вот по такому вопросу, я недавно узнала, что был вывешен генеральный план на обсуждение. Мы живем на Молдаванке, в старом районе, у нас аварийные дома. Я бы хотела знать, будет ли продлено вот это, обсуждение этого генерального плана и как вообще, где он, где он находится? Вопрос понятен, наверное, не совсем внимательно вы смотрели нашу программу, но я думаю... Этот вопрос следовало бы переадресовать Алексею Алексеевичу и я думаю, что если конкретно вы придете с вот такой вот маленькой табличкой, на которой будет написан вот этот же вопрос по двери городского совета завтра, то у нас намного больше шансов, что у вас появится возможность ознакомиться с генеральным планом и внести в него свои изменения. Люди привыкли сидеть дома, привыкли жаловаться друг к другу с соседям, в подъездах, но не знают, у нас есть власти, вы их избирали и требуйте от них. Приходите в любое время, когда хотите, поверьте мне, я занимаюсь общественной деятельностью достаточно давно, одного человека с маленькой табличкой конкретным вопросом иногда достаточно для того, чтобы, ну как бы, это поддерживают дальше СМИ и это влияет на то, какие решения принимают городские власти. Пока что, на данный момент, слушания прошли вчера, сегодня был целый день, я не слышал еще ни одного комментария городских властей, что они готовы прислушаться к мнению одесситов, хотя времени достаточно на то, чтобы принять. Мы успели за это время все это оформить и подать и мы сегодня плохо спали. Я думаю, что Алексей Алексеевич спал сегодня вполне нормально. Это специально было организовано так, чтобы вы не могли разобраться в ситуации и дать свои предложения. Что ж, спасибо большое за беседу. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, мне остается только подвести итоги интерактива и хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня мы у вас спрашивали, верите ли вы в технический характер ошибок в проекте генплана Одессы. Одессы. 4% наших телезрителей считает, что ошибиться может каждый, то есть они верят, что все-таки технический характер эти ошибки могут носить. 65% телезрителей считает, что за каждой ошибкой взятка и 31% считает, что ошибка вообще весь проект генерального плана Одессы. Я не знаю, у нас совсем-совсем мало времени, если можно, короткие комментарии по поводу нашего интерактива, если можно подвести итог, так как проголосовали одесситы. 65% все-таки считают, что все, что там было сделано, все это было сделано не случайно, а за взятки. Я думаю, что Одесса небольшой город, говорят, Одесса большая деревня, все друг друга знают, и все знают, как решаются вопросы в этом городе, как они, и что происходит с городом в последнее время. у всех есть знакомые бизнесмены, знают, в какие кабинеты заносятся деньги, сколько что стоит, поэтому шило в мешке не утреешь, информация распространяется. Да, это говорит о том, что жители города хорошо понимают, насколько коррумпирована система, насколько коррумпированную власть мы имеем в городе. То есть вы разделяете мнение наших телезрителей? Да, в общем-то, я поддерживаю решение о том, что оно было организовано так специально, для того, чтобы можно было в максимально сжатые сроки втиснуть туда максимально большое количество частных заказов. Спасибо. Спасибо за интересную беседу, за важные разъяснения. Успехов вам в вашей общественной работе. Что ж, до свидания. До свидания. Наша программа подошла к концу. Мне остается только попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»